Братцы, всем большой привет! Посмотрите сзади меня, что у нас происходит с нашим домом. Вот так у нас сейчас выглядит зал, потому что мою Евгению выселили надолго. Мы сейчас делаем ее студию, делаем потолки. Давайте я вам покажу одним кадриком, вот так. Потом все увидите позже, когда мы это допинаем. Сейчас, пока там работа происходит у меня определенная, я вам покажу, чем мы занимаемся на втором этаже. У нас какая проблемка? У нас есть гардеробные, мы их сделали уже давно. Женя, он сейчас без видео все вытаскивает оттуда, хотя мы договаривались, что будем все снимать. Изготовил я вот такие вот лонжероны для полок. Как изготавливал, я снимал, но, к сожалению, видос у меня удалился. Ну, я сам по глупости удалил. Остались только вот они кадры, как я это красил. Сейчас мы с вами вместе навешаем полки в гардеробный. Это будет очень красиво, уверяю вас. И, возможно, еще в следующем видосе, возможно, про гардеробный, чем мы это все закончим, мы сделаем подсветку всех полок, но это не точно. Ну, может быть. Так, начинаем работу. Вы как хотите, но я хочу рассказывать вам во всем, что происходит со мной сегодня. 43 сантиметра – это высота чемодана, который я буду хранить в своем мужском гардеробчике. Вот, 43. Так, отстреливаю лазером сейчас. Вот этом удобном своем тоже чемодане, потом покажу вам что-то такое, если интересно будет. Так, где лазерник? 43 сантиметра. Один лазер у меня будет для вертикалки, второй лазер у меня будет для горизонталки. Так удобнее. Вот так. Так, что-то надо на 4 сантиметра поднять. 44. Нормально. Даже сказал бы отлично. И отметки 220, 680 и 1170. То же самое повторяю вот на вот этой стене. Сейчас мы приложим уже готовые, выпиленные, нарезанные, покрашенные уголки, которые я сварил, к стене. По уровню, вот два уровня уже выставлено, делаю отметки. Ну, так как мне через 2 сантиметра карандашом не пролезть, я просто пробиваю тем же самым уже саморезом, я пробиваю эти отверстия. После чего мы убираем наш шаблон, я делаю анкерные отверстия, забиваю туда винтовые дюбеля, вы их уже видели тысячу раз, я им весь фасад нашего дома крутил. И прикручиваю обратно уже конструкцию. Ничего сложного в этом нет, сварить такую конструкцию может любой, у кого есть сварочные аппараты, прямые руки. Поэтому я рекомендую вам не переплачивать на всяких разных площадках, где такое мероприятие вам предложат тысяч за 60-70, потратив добрую 5-6-8 тысяч, вы сделаете себе полностью полочки в гардеробной, в хранилище и хоть где. Я вот, например, такой вариант потом буду использовать себе в гараже в дальнейшем. Единственный момент, друзья, когда вы ими пользуетесь, одевайте очечи, потому что без очков эта штука может взорваться, а у меня зимой взрывалась дико. Но летом, наверное, такого не происходит, в тепле такого не бывает, но на всякий пожарный стоит. Да, чтобы вы понимали, я крутил перфоратором на 12, а винил этот на сколько? Наверное, тоже где-то на 12. Тут у меня просто штукатурки 5 сантиметров, поэтому в основном они будут держать в штукатурном слое. Работа, как вы видите, крайне простая, в чем-то даже интересная. А интересная она чем? Люди, которые живут без гардеробной уже 2 года, перевиваясь с коробки на коробку, получают удовольствие от любых новых нововведений в своем замечательном доме. Все, это готово, это готово. А теперь нам нужно, собственно, чемодан, пришло твое время. Так, друган, а вы-то не видели. Смотрите, ребята. Давайте начнем с того, что этот чемодан у меня Женька хотела отжать для своих маникюрных всяких штучек. Она его увидела и говорит, ну, такой мне нужен. Вся проблема в том, что мне он тоже нравится. Смотрите. Как думаете, там кнопка? Нет. Смотрите, какая там красота. Это не все. Вы думали, все? Это не все. Смотрите. Класс. Так, а нам сейчас нужна головка на 10. И, собственно, наверное, все. Скажи, норм? Могу тянуть? Ну да. Знаете, что я вам скажу? Мудрость дня. Друзья, в каждом доме должен быть гайковерт. Электрический и пневматический. Но электрический точно. Давайте сделаем эксперимент. Я сажусь с моей соточкой. На всякий случай я придержусь. А теперь я отпускаюсь. Вот так. Это только одна полка. Все, забиваю по ВХ. Ну, супер, супер. Мне нравится. Теперь заводим пылесос и перфоратор. И все. Идем уже по намеченному пути. То есть отметили отверстие. Пробурили. Заколотили туда нейлоновый дюбель. Гайковертом затянули все это до упора. Винтовой нейлоновый дюбель это самое удачное решение в нашем вопросе. Проверено годами на нашей стройке. Друзья, если у вас не затруднит, поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску. Подпишитесь на наш канал. Это будет некой обратной связью от вас. Ну, а с меня тысяча лучей добра вам в будущих роликах. Итак, едем дальше. Мастерю полки. Тут все так же просто. Заказал раскрой. Купили кромку ПВХ метражом. Клею с помощью утюга. Вспоминаю юные годы, когда собирал мебель для частных заказчиков. В этот раз мне очень пригодились крепления, которые я мастерил для удержания двери при монтаже в нее петель и замков. Есть видос, соответствующий на канале в плейлисте, про двери, по-моему. Сын очень выручает меня в работе. Будущий мастер. Приятно, что это ему нравится. Субтитры делал DimaTorzok В этом выпуске я, по-моему, уже говорил, что желаю подвести к полкам освещение по типу, как мы это делали на лестнице. Но пока я думаю, как это лучше реализовать. Вообще, было бы здорово сделать снизу фрезером паз и вложить туда ленту. В общем, еще подумаем. Будет здорово, если вы тоже напишите свои мысли на этот счет. Полки готовы, укладываю их на место, пока не стал их приклеивать из-за той самой ситуации с освещением. Если у вас есть идеи, напишите в комментариях, как сделать умный гардероб, чтобы свет загорался автоматически. Также автоматический газ. И это было удобно, ну и красиво. Восемьдесят четыре. Понял? Блин, здесь нечего. Пойдем все то же самое сделаем теперь у Элины. Про гардеробные я уже говорил, что это, можно сказать, вынужденная мера. Помните моя история про кнопочную старость? То есть, где максимально меньше вы уделяете времени уборке и всяческим трудозатратам? Так и здесь. Наш главный вопрос, почему переиграли проект, добавили стены и построили две гардеробные, три точнее, у сына тоже будет ниша в стене, это пыль. Просто она докучала нам в квартире и теперь же это стало просто без проблем. Нет мебели, нет пыли. А с пола ее каждый день собирают наши роботы-пылесосы. На каждом этаже они отлично выполняют свои задачи. Вот таким образом мы решили эту проблему. Итак, если один лонжерон с легкостью выдерживает до 100 килограммов, то три штуки на одну полку дают отличный КПД. Поэтому мой вердикт, полки безопасны и очень даже удобны. Продолжение следует... Мы имеем шкаф, полностью готовый под житье, со всеми моими ништячками в виде инструмента. Сейчас занесем все вещи сюда. Завезем все вещи сюда. И теперь мы наконец-то как белые люди будем жить. Класс. Пойдем смотреть. Идем. Ну иди, вперед. Ну ты че? В глаз. Не в рот, а в глаз. Давай. Ух ты, красотень. Короче, твоя вот нижние две полки, вон те и все. Да, я так и поняла. Нижние две полки, вон там 10 сантиметров. И там 10 сантиметров. Это да. А все остальное, да, это моя камерная история. Ой, еще рюкзак-то такой. Ну. Офигенно. Потолков не хватает, но я сделаю их крутыми. Потолков и света здесь освещение. Ну потолки и света-то одно и целое, да. Вот. Я только не совсем разобрался по полкам, что-то насчитала, потому что у нас как-то все как-то непонятно. У Иленки совсем другие размеры. У нее вот эти полки выходят вровень вот с верхней. А у нас почему-то сильно обрезаны. Я не знаю как. Надо сверить с документацией. Но полки я пока не приклеивал, поэтому проблем нет. Ну все, короче, вот так. Видишь, центральную, зачем я сделал, поддержка. Она бы провисла. Если без центральной, провиснет все. Ну длина большая. Конечно. Братцы, короче, устал, потому что все утро занимался потолками. Потом переключился на полки. И вроде все получилось. Свой дом – это счастье. Все, кто думают строить свой дом, братцы, не думайте. Стройте. Я рад был вас сегодня видеть. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через неделю. Все, пока, пока. А мы собираем шкафы по местам.